В 40 метрах под землёй на севере Германии строят самый мощный в мире рентгеновский лазер. Europian XFL – один из крупнейших исследовательских проектов в Европе. Длина туннелей – 3,4 км. С 2017 года гигантская рентгеновская лампа позволит разглядеть мельчайшие молекулы и атомы. Эти рентгеновские вспышки открывают совершенно новые возможности в научных исследованиях. Наш рентгеновский лазер на свободных электронах можно сравнить со своего рода огромным стационарным микроскопом, под которым можно наблюдать ход химических реакций. Он позволяет проводить исследования в различных научных направлениях, например, изучать тяжёлые заболевания и разрабатывать совершенно новые медикаменты. Сурен Карабекен из Армении. Он работает с самой сердцевиной лазера, так называемыми андуляторами. Они направляют электроны, разогнанные в туннели, по такой траектории, чтобы создавать сверхсильные короткие вспышки. Таким образом, это будет самый яркий источник света в мире. В экспериментальном зале размером с футбольное поле в конце туннеля можно будет сфотографировать мельчайшие молекулы. Такие фотокамеры разрабатывает Моника Турката. Я работаю в группе детекторов. Мы предоставляем учёным инструменты, которые способны фиксировать мельчайшие частицы. Требования к таким детекторам совершенно особенные, потому что нам нужна скорость съёмки в 27 тысяч снимков в секунду. Для меня, как учёного, постоянно стремящегося узнать что-то новое, работа здесь — это уникальный, увлекательный опыт, потому что проект непрерывно развивается. В Германии, известной ведущими исследованиями в сфере лазерной технологии, для European XFL создан международный исследовательский кампус. 11 стран, участвующих в проекте, инвестируют более миллиарда евро. Это инициатива мирового масштаба, и почти половина сотрудников приехали из-за рубежа. В принципе, на этом проекте учёных совершенно ничем не ограничивают. И я, и мои коллеги, мы можем в любое время прийти в лабораторию или поработать в офисе. В любое время. Можно работать столько, сколько необходимо для достижения своих научных целей. Поэтому я считаю, это своего рода рай для учёных. В моей родной стране Австралии погода намного лучше. Но, тем не менее, я приехал в Германию участвовать в этом проекте. Живу здесь уже какое-то время и собираюсь остаться. Ведь работа с этим рентгеновским лазером — уникальная возможность вести исследования в этой области науки. Итак, в 2017 году European XFL будет запущен, и его вспышки прольют свет на ранее неизвестные тайны природы.